Репортаж о финале. В финале Кубка России по футболу, в котором на московском стадионе Торпедо встречаются два столичных клуба. Московский Локомотив и московские же Динамовцы. Посмотрите, как Динамовцы дают мяч получить в своей штрафной площади. Удар! Гол! Вот он, Александр Смирнов. Не зря я обращал ваше внимание на этого футболиста. Именно он забил мяч в полуфинальном матче Крылья Советом. Именно он так неплохо играет в последних турах в чемпионат со стороны. Ну и посмотрите, как сплоховала Динамовская оборона. Это Эрик Яхимович выносил мяч, но не получилось, и удар был слишком сильным. Джанаша идет вперед. Точилин остался лежать. И положения вне игры нет. Выход один на один. Соломатин. Паста права набегает. И гол. Вот он, я говорил. Мяч забивает Харлачев. Я вам говорил, как опасный контратаке Локомотива. Прекрасная тактическая игра во втором тайме. Оборона, оборона мучительная. Оборона неинтересная, трудная. И ожидание момента для контратаки. Динамовцы апеллируют как битву, показывая, что было нарушение здесь по отношению к Точилину. А мы смотрим, как прекрасно в контратаке сыграл Локомотив. Соломатин не пожадничал, не стал бить. А направил мяч вперед, где был свободен Харлачев. 2.0. 34-я минута. Вот вам еще раз показываю данный момент. Еще раз хочу отметить. Сегодня прекрасно тактически грамотно играет Локомотив. И то, что Локомотив господствует почти всю игру в середине поля, это свидетельство о выполнении установки игроками. Игра на контратак. Десятки фото, теле, камер уже нацелены на арбитры, на ждуце финального свистка. И вот он и есть. Мы поздравляем столичный Локомотив с заслуженной, красивой, тактически грамотной победой. Ну и давайте посмотрим, как радуются футболисты. Два года подряд выиграть кубок совсем непросто. В прошлом году, напомню, Локомотив обыграл в упорной борьбе столичный Спартак 3-2. Сегодня Локомотив сыграл достойно, показал хорошую игру и заслуженно выиграл кубок, дипломы, награды. Бычка заслуженно получит, наверное. Хорошая команда Локомотив. Валерий Шанцев, вице-мэр Москвы, вместе с Вячеславом Колосковым, вручает приз капитану команды Алексею Косолапову. Хочется пожелать Локомотиву успехов и в чемпионате страны, и самое главное, в матчах европейского турнира обладателей кубок. Очень хорошая команда подросла у нас за последнее время. Локомотив. 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 Продолжение следует...